Всем привет, дорогие друзья! Миновала очередная Еврокубковая неделя. И надо сказать, что для российских клубов она получилась довольно... Терпи против «Динамо» в рамках 11-го тура М-лиги. Сегодня нам с вами предстоит посмотреть... Давыдов. Рискует «Динамо». И вот ошибка! Быковский! И вот первый удар в створворот. В нашем матче Артем Быковский из хорошей позиции пробил. Но молодец, Денис Давыдов. На матчах М-лиги не задействовано. Так что решение было подтверждено и пенальти был забит. А это обрывков и его удар. Ну а затем «Динамо» инициативу перехватило. Был стандарт, был удар поворотом. И вот еще один и гол! Гол забивает обрывков и снова не праздник. Ровно так же, как было в первом круге. Я говорил, что он был в структуре «Спартака». И он снова забивает ворота своей бывшей команды. Великолепная подача Лепехина. И какой удар! Ну а лучший бомбардир всего турнира пока Тимур Големзян из «Химок». Так что здесь «Волков». Опять ошибается «Спартак». Еще один рикошет. И продолжает «Динамо» прессовать «Спартак». На «Спартаковской» половине поля. И это опять работает. Обрывков, удар! И на месте «Волков». Да, при хорошем разгладе. Классная была идея. Вчера похожую вертушку Рифаджи Малетдинов исполнил в матче Лока и Лацио. Но вот у него тогда получилось, а у Пилипенко сейчас не вышло. Снова обрывков. Теперь слева! И 2-0! 2-0 «Динамо»! Фантастика! Да, именно с этой неполучившейся вертушки Пилипенко началась голевая атака «Динамо». Дело в том, что это все-таки М-либер. Это молодые футболисты, и они не могут играть ровно. Это и «Динамо» касается, и других команд. Еще один момент! Рывок вперед. Бабаев здорово! Пробрасывает себя на ход. Удар! 3-0! Но их просто не остановить. Все получается у «Динамо». Ну и пока в среднем один гол за 10 минут забивают белоголубые. Просто сыпется «Спартак» в обороне. Бабаев пробрасывает мяч себе на ход. Входит в штрафную. Вот и Яна Цесси отметим. Голевая передача на его счету. У «Спартака» большие проблемы были с резервом в матче против «Строгино». Там всего три человека было в запасе. Так что здесь «Быковский» отдает передачу. Кожедоб! Слевый удар в створворот. И на месте «Давы». Вратарь Алексеев и полевые футболисты «Саумов», «Трифонов», «Трапецен» и «Шитов». Серия рикошетов. Момент! Мяч не в воротах, но... Кроме того, боковой судья флажок поднимает. Было положение вне игры. Успокоилась немножко «Динамо» после третьего забитого мяча. Но рано или поздно кураж должен был пройти. И должно было «Динамо» притормозить. Так! Вторая желтая карточка. Да уж, мало «Спартаку» было проблем. Еще и «Святослав Кожедуб» на 41-й минуте удаляется с поля. Но какие могут быть вопросы? А вот «Спартаку» надо что-то делать. А вот что именно, это вопрос к Алексею Лунину. И посмотрим. Атака после десятой, ну или, может быть, после пятнадцатой минуты «Динамо» завладела инициативой. «Динамо» стала гораздо чаще оказываться. Сразу вспоминается удар Степана Обрывкова. Из-за пределов штрафной, если не ошибаюсь, при счете 1-0. Обрывков тот удар нанес. И «Волков» достал мяч из угла. А вот атака «Спартака», «Трапецы», «Гол», 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 «Гол». Забивает «Спартак», и счет становится 3-1. Вернее сказать, 1-3. «Спартак» забил. 48-я минута, и гол из раздевалта. Забивают «Красно-Белое». Арбитр на эти уговоры не поддался. Генчу, рикошет. Борется «Быковский», «Трапецы», еще один удар из штанга. Да, если бы забил сейчас Никита. Вот это интрига. Разве только поворотом не пробил. Подача. Детенышев, момент, гол. Гол забивает «Спартак», 2-3. И просто в шоке футболисты «Динамо». Они разводят руками, смотрят друг на друга. Просто не знают, что сказать. Артем Куца у «Спартака» в атаке. Он, в принципе, к атаке подключается здорово. Но в первом тайме на чужой половине поля он себя особенно не проявлял. А сейчас голевую отдает. Но это должна была быть голевая. Как не забил «Быковский». Просто не объяснить. Великолепен Денис Давыдов. Да, у «Спартака» сегодня день дебютных голов. Первый гол «Трапецы» в сезоне. И первый гол «Детеныш». Может быть, еще кто-нибудь забьет сегодня впервые в сезоне. Муталиев в штрафной. Вправо-влево прострел. Или удар. Удар, похоже, был. И в ближний угол мяч летел. И вот, наконец, подача. Интересный какой розыгрыш. И «Волков» играет. Все как заказывали. Шикарное спасение вратаря «Спартака». Ногами, почти как Акинфеев с Испанией. Отбивает мяч «Волков». И все. Финальный свисток. 3-2. «Динамо» одерживает победу в этой эпической игре. Отличное московское дерби получилось. Первый тайм за «Динамо». Второй, ну, скорее, за «Спартаком». Учитывая, что в меньшинстве красный...